коллеги охотники привет ребят прежде всего сразу хочу вам сказать что данные материалы не будут являться какой-то очередной распаковкой коробки и беглым обзором функционала прибора за пару минут такого добра на ю тубе предостаточно мой подход абсолютно иной сегодня мы с вами не только детально прописочим конкретно вот эту модель монокуляра который я приобрел себе для охоты безусловно я расскажу вам о всех его преимуществах нюансах функционале с примерами работы в реальных условиях в угодьях но прежде всего я поделюсь с вами своим опытом именно в плане выбора такого прибора для каких целей задач он подходит почему мой выбор пал именно на отечественного производителя а не на именитые айры и гайды и так далее собственно как я к этому пришел считаю что материал построенный в таком вот ключе рассказаны вам простым понятным языком а не какой-то очередной рекламный ролик будет куда более полезнее ценнее для тех кто впервые планируют приобрести себе гляделку для охоты и также как и я в свое время ломает себе голову как сэкономить деньги но при этом получить качество картинки на выходе надежность дальность обнаружения и адекватный нормальный функционал впрочем для тех кто уже определился с выбором и зашел по тегам получить детальную информацию касаемо конкретно вот этой вот модели гляделки традиционно оставляю в описании под видео а также в первом закрепленном комментарии тайм-коды для удобства навигации можете сразу переходить по временным меткам на интересующие вас блоки в общем можно сказать сбылось ребят я тоже стал жертвой технического прогресса и после долгих мук выбора все-таки я приобрел себе гляделку это монокуляр аркон наш отечественный бренд то есть полностью своя разработка и создан он специально для эксплуатации в наших жестких условиях под нашего потребителя ну то есть для нас с вами и вот лично я считаю что эти аркона как-то несправедливо обходят вниманием а между тем эта штука нашего с вами внимание безусловно заслуживает и далее мы с вами разберемся почему она так то есть это вот такой довольно компактный монокуляр выполнен уже привычной всем форме трубы весит он 470 грамм ну и практически он умещается на лодке чуть больше ладони помните мне как-то заслали на обзор гляделку пульсар и тогда я сказал что потерпите еще пару-тройку лет и все это станет куда более доступным для нас и так и получилось прошло немного времени цены на эти приборы довольно таки снизились что сделал их доступными для нас для простых смертных а учитывая что в свете последних событий мы благополучно помахали рукой всяким пульсаром хай микро и так далее нет конечно их тоже можно достать и сейчас но по каким-то запредельным ценам и в ограниченном количестве китайцы даром на месте не сидели тут же заполонили рынок айреями гайдами и так далее нет айреи конечно безусловно хорошие приборы но и наши тоже даром времени не теряли а что наши а наши подумали и решили использовать мощности производства оптической техники фортуна и разработали полностью свои приборы причем это касается не только всяких любительских гляделок монокуляров но и профессиональной техники тепловизионных прицелов и так далее при этом что важно им удалось уделать китайских конкурентов но при этом не потерять в качестве и надежности исполнения то есть вот сейчас на конец мая начало июня 2024 года цена на примерно похожую модель вот айре и x и w по моему я смотрел стоит в районе 80 тысяч я же приобрел этот прибор а которому нас с вами сегодня пойдет речь за 60 тысяч ну по акциям где-то вообще можно и тысяч за 55 его взять то есть цена более чем в 20 тысяч рублей дешевле не знаю как вам ребят но для меня цена является чуть ли не главным критерием при выборе лично я не готов переплачивать деньги за одно только имя какой-то раскрученный бренд и при этом для моих потребностей в охоте ничего больше там наворочений дороже мне просто не нужно об этом мы еще с вами поговорим немного позже вообще забегая немного вперед уже достаточно поработав с этим прибором изучив его вдоль и поперек скажу вам так айре это сильно переоцененный бренд то есть это не что иное как сложившийся стереотип и далее мы с вами поймем почему свет клином на айре их и же с ними не сошелся в общем это бюджетная доступная простая и понятная гляделка ничем не уступающая именитым брендом всяким пульсаром айре и мы так далее а в некоторых моментах даже и превосходящие их но при этом как сказал ранее стоит на порядок дешевле и что лично меня порадовало это полностью отечественная разработка то есть создана специально для нас под наши условия эксплуатации производства каких-то внутренних компонентов там электроники она вынесена в китай то есть как я понял это некое совместное производство но это нормально ребят большинство стран мира сейчас свои производства выносят в китай ну потому что это намного удешевляет конечные изделия и плюс ко всему это понятная прозрачная логистика то есть это нормальная и понятная практика но тут пожалуй важно другое что для меня стало пожалуй тоже одним из главных критериев при выборе это наличие полностью своего сервиса то есть сеть сервисных центров давай рей тоже есть сервис но какой-то сервис то есть максимум что он там сделает это поменяет внутреннюю батарейку почистить стекла а по каким-то более серьезным проблемам отправит ваш прибор в китай у нас же это сервисы полного цикла то есть с гарантийным и постгарантийным обслуживанием если не дай бог с тепляком что-то случится отдал его без проблем в своем городе и вам его отремонтировали это вот такой ребят вам небольшой вводный экскурс касаемо общего представления и знакомства с этим брендом аркон ну а теперь давайте пройдемся по этой модели и собственно далее вы поймете почему я все-таки отдал свое предпочтение аркону и сделал свой выбор конкретно вот этой гляделки перед вами тепломонокуляр аркона виз второй генерации серии см модель 25 вот это см серия является любительской начального уровня с 256-ми матрицами но при этом вот конкретно данная модель см 25 является флагманом линейки ну то есть проще говоря это самый топовый прибор из бюджетной серии см значит основные задачи данного прибора это поиск обнаружения и распознавание любых тепловых объектов на местности на средних и дальних дистанциях и подчеркиваю именно на средних и дальних а все благодаря тому что в нем предустановлено постоянное оптическое увеличение в четыре раза и внимание именно оптическое честное увеличение честная кратность они цифровая достроенная процессором согласно заявленным характеристикам прибора обнаружение человека простовой фигуре составляет 1180 метров то есть более километра на практике же ребята я проверял неоднократно это расстояние больше примерно где-то до полутора километров но в зависимости от условий от внешних факторов условий наблюдения а вот распознавание человека происходит где-то на расстояниях 400 500 метров но опять же зависит от внешних условий наблюдения таким образом уже можно примерно прикинуть на каких дистанциях будет распознаваться лось кабан косуля и какой-то другой зверь скажем кабана с помощью этой гляделки вы сможете уверенно распознать где-то на расстоянии 200 ну там 250 метров а лося соответственно на более дальних дистанциях и тут бы хотел акцентировать ваше внимание что обнаружение не является распознаванием то есть на расстоянии километр и более да вы увидели какой-то тепловой объект но в данном случае это выглядит как некое световое пятно и понять что же там на самом деле не представляется возможным ближе к концу этого материала я еще обязательно сделаю вставки отснятые непосредственно с этого прибора в угодьях для лучшего понимания как это работает с применением в охоте но сейчас пожалуй самый главный момент в материале это собственно вопрос выбора а я бы даже сказал муки выбора потому что сделать это оказалось совсем непросто и давайте я вам сейчас все разложу по полочкам чтобы у вас этот пазл сложился намного быстрее чем это было у меня дело в том что вот в этом сегменте эконом класса присутствует порядка 10-15 моделей приборов разных производителей и вот так вот сходу разобраться что нужно взять что конкретно мне подойдет довольно сложно а поддаваться каким-то красивым рекламным материалом пиар видео там и так далее ну такое себе ребят меня лично этим не купить я практик привык погружаться в детали то есть провести аналитику изучить матчасть прежде чем сделать выбор и не ошибиться ну потому что все-таки 60 тысяч они на дороге не валяются для себя делал какие-то сравнительные таблицы с характеристиками там кучи параметров функции смотрел конечно же обзоры но давайте начнем вообще с принципа самого выбора здесь проще отталкиваться задав вопрос самому себе а что именно ты от него ждешь вот лично на моем примере что конкретно я хочу от него получить какие цели и задачи он должен выполнять ну прежде всего ребят это отличная штука для поиска причем не только сумерках и ночью но и днем тоже охота это вообще поиск в том числе и поиск подранков этого никто не отменял я вот больше птичник чем охотник по копыту с копыта я в свое время давным-давно начинал но спустя время все-таки охота по перу ну и по пушнине тоже для меня вызывало больше эмоциональной отдачи поэтому где-то вот скажем на вальшнапе когда ты стрельнул он у тебя упал падает куда-то там в дебри в какие-то завалы ты там это вот все ищешь а как правило то все происходит уже по темнозоре и фонарь далеко не всегда справляется со своей задачей как бы все сливается вот я тысячи раз думал как бы сейчас хорошо было бы глянуть в теплик чтобы где-то вот увидеть где он там лежит бывает утка вот ты в лед стрельнул она у тебя куда-то упала туда за бровку под кусты достаешь то уже потемну как правило гусь тоже куда-то стрельнул упал там бог знает где ну то есть наверное правильнее сказать не то что поиск подранков а поиск добытой дичи и ну и подранков тоже и кстати по правилам охоты это не запрещено то есть с помощью теплогляделок можно и нужно искать добытую дичи или подранков тем более также я просто люблю наблюдать за дикой природой вот кто меня давно смотрит тот знает я охочусь на зайцев и вот кстати с помощью гляделки запросто а зайц это все-таки ночной житель то есть вот можно где-то запросто засесть и подсмотреть за жизнедеятельностью ушастых так чтобы не смущать их своим присутствием но опять же лисичка где-то в полях это обязательно какие-то птицы могут где-то осесть то есть все это можно ну и какой-то другой живностью все это делается вот как раз таки для наблюдения естественно в процессе наблюдения это же есть поиск то есть ты уже понимаешь что конкретно вот на этой охотничьей карте где-то в этих угодьях присутствует там такое-то количество зайца там примерно лисичка там и так далее то есть это уже непосредственно связано то есть упрощает тебе просто как бы твою охоту в дальнейшем для любителей охоты на копыт и это вообще незаменимая штука то есть для поисков лося кабана косуль ну и да это конечно же отличное подспорье для охоты с вышек слабазов и даже с подхода то есть ему абсолютно не страшны не дождь не снег не даже туман сейчас сезон такой конец весны начала лета когда как раз таки активно очень злые комары а у нас тут тайга лес у нас они там прям тебя готовы поднять и утащить и сожрать у себя в гнезде злые комары огромные и но на меня они не садятся на кожу и кто меня опять же давно смотрит тот знает почему а кто не знает есть у меня такая рубрика заметки охотника где я делюсь полезными житейскими советами вот оставляю вам ссылочку в описании как эти страшные кровопивцы вот так же как я сейчас они у меня тут ручные я их просто выдрессировал вот посмотрите как это работает это вот вам ребят такое небольшое отвлечение ну потому что я снимаю у себя на заднем дворе здесь природа и все это конечно неразрывно связано так вот возвращаясь что у нас получается по выбору вот лично для тех целей задач которые я озвучил ранее то есть это наблюдение в угодьях поиск дичи в том числе и добытый или поиск подранков мне лично вот этого прибора за глаза хватает и мне не нужен при этом какой-то дорогой навороченный тепляк там за бешеные деньги да даже в принципе мне не нужен прибор с дальномером и так далее собственно смысл тогда переплачивать такие уже второстепенные критерии которыми я руководствовался при выборе это все-таки относительно легкий вес довольно такие компактные размеры качество все-таки картинки детализация дальность обнаружения ну и защита вот под эти критерии подходит примерно около четырех пяти моделей айрей и гайд но вот теперь мы плавно переходим к вопросу а почему же мой выбор все-таки пал на отечественного производителя на аркон в супротив именитом и разрекламированным айреем и так далее ну про ценник я вам уже говорил арконы банально дешевле но если смотреть на технические характеристики их сравнивать то обратил внимание что у большинства вот таких бюджетных гляделок разрешение экранчика составляет 640 на 400 пиксел и реже встречаются приборы 720 на 540 так вот собственно как я и наткнулся на арконы то есть сравнительных характеристиках увидел что именно у этой модели с м25 разрешение экрана составляет 1024 на 768 а собственно таким разрешением ни один из приборов вот такого эконом уровня не может похвастаться кроме того когда я ездил вот брал дима сэмпла смотрел думал айрей брать и смотрел у них дисплейчик такой маленький а здесь я был прям очень удивлен вот в этом арконе у него дисплей прям большой он полноценный экран ну так раза в два больше чем в айреи и наблюдение в такой дисплее она конечно совсем иное ощущение совсем иные что все это нам дает то есть разрешение и размер дисплея при одинаковом размере матрицы этот экран будет выигрывать выдавая более детальное изображение что считаю одним из важных моментов при выборе более того когда вот тоже сравнивал смотрел и выбирал в принципе айреи заметил что у большинства из них идут жека экрана то есть жидкокристаллические ну или указ это как бы усовершенствование жека тогда как у этого аркона дисплея лет то есть светодиодный почему лично я считаю что лет дисплея будут выигрывать перед жидкокристаллическими в наших условиях ну или конкретно в моих живу я в средней полосе севернее зимы у нас бывают такие морозные и вот жека экранчик кристаллы будут замерзать и как бы подтормаживать что-то подобное вы наверно могли заметить зимой на часах жека экраном или опять же зимой садясь в непрогретый автомобиль при переключении вот панель с lcd дисплеем начинает как бы фризить подтормаживать а что касается лет дисплеев ну или о лет в частности они просто лишены такого недостатка и вот для наших условий я полагаю что диодники будут выигрывать перед жека опять же изображение в лет дисплеях будет информативнее и ярче чем жека но это как бы на мой субъективный взгляд однако считаю что все таки для наших условий лет дисплей предпочтительнее что еще из таких явных преимуществ это как говорил уже ранее постоянно оптическое увеличение в четыре крата что кстати стало тоже одним из таких решающих критериев при выборе и этим не может похвастаться большинство таких же бюджетных гляделок то есть у них просто такого увеличения нет это дает неоспоримое преимущество при наблюдении тепловых объектов на удалении без практически без потери качества да тут правда есть свой нюанс вот с таким увеличением с такой кратностью естественно сужается угол обзора здесь он составляет 7 на 54 градуса что кстати меньше чем у аналогов но здесь ребята это некий компромисс то есть хотите видите четкие детальные изображения на удалении миритесь с углом обзора для меня приоритетнее было дальность обнаружения чем угол обзора но здесь при этом стоит 25 миллиметровый объектив и этого поля зрения вполне достаточно для наблюдения или сопровождения группы движущихся объектов то есть видите да уже не только по цене но имеем ряд преимуществ характеристиках ну и давайте раз уж у нас с вами речь зашла сейчас в общем пройдемся по его функционалу что меня также тут порадовало здесь ребята я был прям приятно удивлен наличием в этой бюджетной модели довольно богатого функционала абсолютно перекрывающие все задачи для наблюдения поиска в охоте помимо постоянного оптического увеличения в четыре раза здесь да собственно как и в многих таких же приборах присутствует дополнительные цифровое увеличение тоже в четыре крата правда надеюсь тут всем понятно что такое цифровое увеличение то есть она будет добавлять больше шума в изображении и чем она выше тем более будет ощущаться дрожание рук но иногда эта штука бывает тоже полезной в нем присутствует функция картинка в картинке активируется она путем нажатия и удержания вот этой функциональной кнопки появляется дополнительное цифровое окошко с увеличенным наблюдаемым объектом по центру фокуса в настройках его кстати можно разместить на экране как вам удобно также имеется довольно богатый выбор цветовых схем или палитр как еще называют здесь их аж шесть штук для их выбора выведена отдельная кнопка что очень удобно менять эти палитры можно прямо в процессе наблюдения но исходя уже из практики лично я использую как правило в основном две схемы это горячий белый и горячий черный есть еще вот такая интересная схема это горячий белый с выделением красным цветом наиболее теплых участков тоже бывает иногда полезный информативный так называемая палитра радуга позволяет увидеть весь спектр градиент температур начиная от самого холодного то синий цвет и в самый горячий желтый оранжевый красный еще из интересного есть функция отслеживания горячих точек вызвать ее можно через соответствующий пункт меню вот так и видите да происходит как бы маркировка и слежение за наиболее горячими тепловыми точками выделяющимися из общего фона присутствует и различные пресеты ну то есть схемы яркости контрастности но также молодцы вот предусмотрели есть возможность ручной регулировки яркости экрана и для этого здесь выведена отдельная кнопочка и это важно потому что условия наблюдения разные скажем ночью я свожу эту яркость экрана вообще на минимум ну чтобы комфортно было смотреть и глаза не уставали важным аспектом данного прибора является то что разработчики дали нам возможность не только ручной регулировки яркости и контрастности но и точечных подстроек детализации шумоподавления и что меня вообще удивило так это выведено отдельно регулировки яркости и контраста самой матрицы то есть сенсора и это далеко не у всех таких гляделок присутствует и это важно потому что внешние факторы такие как время года время суток местность они вносят свои коррективы и предустановленные заводом изготовителем вот эти усредненные значения они далеко не всегда отвечают всем этим внешним фактором картинка начинает мы лить или шуметь и контрастировать так вот с помощью таких точных подстроек можно добиться баланса между минимальным присутствием шумов и максимальной детализации качеством я вот когда его первый раз в руки взял включил начал смотреть и прям расстроился качество картинки мягко говоря оставляла желать лучшего потом разобрался как раз таки использовал все вот эти настроечки ручные там регулировка яркости контраста детализации шумоподавления поигрался с яркостью контрастом сенсоров и прям знаете вообще небо и то есть благодаря всему этому можно в зависимости от условий добиться прям вытянуть из этой матрицы максимум качества при этом меня поразило здесь 256 матрица но она показывает ничем не хуже 320 матрицы того же скажем пульсар аксиома уж поверьте я с пульсарами работал и с ареями тоже мне есть чем сравнивать традиционно в этом и подобном ему приборах присутствует функция фото-видеозаписи в форматах jpeg и mpeg 4 соответственно в данном случае вот в этой модели sm25 внутренняя память флеш память составляет 16 гигабайт что в принципе немало прямо в процессе наблюдения видеозапись активируется путем нажатия и удержания вот этой самой большой кнопки собственно этой же кнопкой видеозаписи отключается а короткое и нажатие делает фотку отснятый материал можно легко и удобно перенести на пк или ноутбук с помощью usb type-c кабеля из комплекта и что меня в нем совсем порадовало так это полностью с нуля разработанная и адаптированная под нас по наконец-таки дождались то есть это удобно и понятно объектно ориентированное меню без каких-либо вот этих мутных китайских переводов и тому подобного я считаю что меню в нашем приборе она удобнее и лучше чем в айреях и гайдах ну и естественно надо понимать что это полностью наша разработка то есть программное обеспечение свое и нам будут доступны какие-то обновления новые прошивки без проблем для скачивания и установки ну и теперь давайте пройдемся по самому прибору его эргономике компонентах и элементах управления сам корпус это ударопрочный полиамид с дополнительными усиливающими элементами из алюминия с вот такими резиновыми вставками что в принципе позволяет надежно удерживать прибор даже мокрой рукой правда по эргономике у меня вот есть вопросы вот например у меня рука не такая большая и вот эта площадочка для крепления штатива вот здесь упирается у меня в ладонь но это как бы не вызывает какого-то особого дискомфорта при наблюдении но все же на месте разработчиков я бы подумал бы о каком-то более анатомическом решении разумеется присутствует полная пыль и влага защита по стандарту айпи 66 то есть мощнейший ливень потоки воды снег и так далее даже кратковременное погружение в воду прибор способен работать как в низкие отрицательные температуры так и в сильную жару как я вам говорил ранее все это указывает на то что он создан для таких суровых жестких условиях работы такой знаете надежный рабочий аппарат его длина составляет почти 19 сантиметров а весит он 470 грамм ну не сказать что он прям пушинка но в принципе это позволяет переносить его в кармане я же обычно транспортирую в рюкзаке в чехольчики из комплекта удерживать же его на весу в руке при наблюдении слишком долго не получится руки будут уставать все-таки почти полкило веса традиционно для такой формовки монокуляров сверху выведены кнопки управления они правильно разнесены то есть промахнуться там в процессе наблюдения крайне сложно все нажатия на кнопки такие уверенные четкие и вот обратите внимание такой маленький момент интересный каждая кнопка имеет свой размер то есть от меньшей к большей и вот в процессе работы с прибором как бы рука запоминает что ли тактильно ты понимаешь какая кнопка за что отвечает при нажатии не обязательно как бы на них смотреть при этом вот здесь под этой резиновой заглушкой кстати заглушка она такая довольно неплотно тут сидит и в принципе может легко соскакивать может быть разработчики меня посмотрит и как-то вот улучшит этот момент так вот под ней расположился шикарный 25 миллиметровый объектив да ребят это просто я считаю подарок это полноценная 25 линза и с ней мы получаем уже больше светосилы и больше диапазон яркости и глубины резкости чем скажем аналогичных китайцев с 13 и 15 линзами на объективе присутствует специально антибликовое покрытие поэтому обязательно изучите инструкцию по эксплуатации по уходу за ним не нужно его тереть на сухую сотрете покрытие поцарапайте стекло это кольцо фокусировки то есть настройки резкости причем здесь она так туго вращается с усилием ну чтобы случайно не сбить рукой фокусировку включаем прибор не настраиваем фокус причем если смотреть на какие-то схожие с этим модели айрея у них ручной фокусировки нет там это предустановлено заводом изготовителем и я бы это скорее отнес все-таки к недостаткам с обратной стороны расположена резиновый наглазник плотно он здесь сидит все нормально правда на мой взгляд он немного жестковат хотя с другой стороны он же износостойкий за ним стекло линза экрана и кстати здесь это честное стекло они кусок пластмасса как у айреев собственно под этой линзой тот самый шикарный большой дисплей 1024 на 768 здесь кольцо диоптрийной подстройки под конкретно ваше зрение причем она выполнена из металла что обеспечит его долговечность в нижней части резиновая заглушка защищающая доступ к единственному разъему и избитой psy и вот здесь это алюминиевая платформа для установки штативной площадки и работы с прибором со штатива скажем если требуется более стабильное изображение на этой же площадке через проушина закреплен страховочный темляк и к нему же крепится крышка защиты объектива литий-ионная батарея обеспечивает непрерывную работу прибора до 6 часов правда в теплое время года примерно при плюс 20 в низкие отрицательные температуры это время кратно сокращается на практике где-то скажем весной или осенью время автономной работы составляет 45 часов скажем если вы на вышке решили провести всю ночь без проблем подключаем с помощью кабеля к пауэрбанку и здесь уже время работы будет ограничено только емкостью внешнего источника питания правда да батарейка здесь встроена в корпус без возможности и горячей замены собственно как и у всех айреев в таком же форм-факторе не знаю ребят почему нам разработчики не дают возможность самостоятельно менять аккумуляторы на ум лишь приходит только полная там стопроцентная защита по питанию от каких-то внешних воздействий но на мой взгляд это можно наверное отнести больше к недостаткам таких приборов посмотрим я думаю что ее тут в принципе надолго хватит в крайнем случае отдал в сервис там ее тебе заменит зарядка прибора осуществляется через юсб тайп си кабель причем как от 220 через адаптер так и от автомобиля ноутбука или того же пауэрбанка находясь скажем где-то далеко от цивилизации в этом арконе почему-то нигде нет светодиода статуса зарядки или работы прибора не знаю я лишь могу это связать какой-то полный света маскировкой при работе в ночное время тут то есть светящаяся . но это сомнительно и опять же вот здесь под этой заглушкой место предостаточно где-то рядом с разъемом могли бы разместить какой-то красно-зеленый диодик хотя бы чтобы смотреть заряжается прибор или нет то есть понять производится ли заряд можно только при включенном экране и в статусной строке вот по индикатору заряда и опять же если экран включен потому что так это абсолютно не очевидно я бы все-таки это отнес каком-то неудобству не думаю что размещение небольшого диодика как-то удорожало бы прибор традиционно присутствует модуль вай фай для сопряжения со смартфоном или планшетом и работы с прибором через фирменное приложение аркон активируем в самом приборе вай фай через соответствующий пункт меню устанавливаем на смартфоне соединение с гляделкой и через эту приложуху уже можно наблюдать и управлять прибором прямо через смартфон кстати отсюда же можно вести видеозапись я не знаю ребят на практике я честно говоря никогда этой опции не пользовался то есть через смартфон планшет но она есть и хорошо может когда-нибудь пригодится и сейчас давайте как обещал вам ранее вставлю кадра отснятые с этого прибора непосредственно в угодьях в реальных условиях при наблюдении за живой природой прямо с указанием расстоянии чтобы вы имели представление о возможностях этой гляделки крыльс Субтитры создавал DimaTorzok 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 В дорогих комплектах его вкладывают Здесь молодцы, положили Тот самый USB Type-C Современный интерфейс Кобелечек И салфеточка для Протирки оптики, для ухода за оптикой Собственно, вот и весь комплект Ребят, ничего лишнего Все нормально Учитывая все его ключевые преимущества О которых я вам также подробно рассказал Считаю, что это более чем достойный выбор В сравнении с китайскими гляделками Качественный, надежный, а главное Недорогой аппарат В процессе работы с ним уже не раз Оценил по достоинству все его возможности Единственное, что, наверное Поснимаю еще зимой И сделаю какой-то, может, небольшой материал Чтобы показать вам нюансы Именно в зимний период Ну и, естественно, что касается вопросов Где купил, что почем Ребят, вся информация находится В описании под видео Разумеется, перед съемками Этого большого материала Я связался с представителями Аркон Пообещали Ну, так заведено по традиции Они пообещали для моих подписчиков Ну, то есть для вас Особые условия при заказе Не только вот этих вот Теплогляделок А вообще всей их продукции Поэтому смотрите Изучайте информацию По ссылке в описании под видео Мне же по традиции Остается пожелать вам Большущей удачи Надеюсь, эти материалы Окажутся вам полезными При выборе Удачной вам работы с прибором И прекрасного вам отдыха летом Увидимся уже с вами На летней рыбалке Продолжение следует... Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!